все вот эти вот намечающиеся улучшения тут мы значит сейчас мы тут наведем порядок тут мы применим формулу тут они просто говорят о том что абсолютно не системно а выборочно происходит вот это вот вмешательство в действующую систему кстати вот такое может ну где-то она может дать эффект но в долгосрочной перспективе это даст отрицательный эффект потому что будет казаться что мы-то это уже сделали система на ноги не станет когда министерство говорит что все хорошо сейчас мы снимем обязанность утверждать правила вида спорта в министерстве юстиции и все будет хорошо и уже мы как бы воплотили принцип автономии спорта но а во первых и мы это знаем прекрасно что несмотря ни на какое требование закона о такой регистрации ни одна из из самостоятельных федераций которые занимаются своим видом спорта не действуют с оглядкой на правила утвержденные в минюсте потому что иначе любые результаты которые в этом виде спорта будут достигнуты не просто не будут принятыми международной федерации следовательно из этого следует что что такое изменение оно не несет реальных изменений и реальной автономии в управлении видами спорта на украине оно косметично ну я думаю процентов на 99 ну по своему как бы с и содержанию по своей форме но из того что мы видели на сайте министерства есть еще другое опасение что такое снятие обязательной регистрации в минюсте она одновременно расширяет полномочия самого министерства по проверке этих правил внутри министерства и тут уже как бы возникают фундаментальные сомнения в том занимается ли даже это министерство косметическим реформированием сейчас регистрирование в минюсте возникло несколько лет назад всего лишь вопрос в другом это приводилось как пример наиболее такой понятный доходчивый абсолютно всем людям не имеющим отношения к спорту и вот это вот сейчас все это внимание которое уделяется этому аспекту то есть малозначимый момент он такой дискомфортный но это не самая тяжелая часть вот нашей деятельности где нам создают реальный дискомфорт жизни да это песчинка в сандале но не более того это не не главное это не стена которая стоит у нас на дороге стена это вот эти вот принципы по которым будут финансироваться детские клубы и до сша как угодно их называете те которые завтра будут восстанавливать массовость спорта и пополнять ряды спорта да пополнять вот эту пирамиду на вершине которой стоит спорт высших достижений это и то на что министерство сегодня тратит деньги вот этот вот заказ не озвученный заказ на престиж страны но стоит вопрос доверяем ли мы действиями министра вот сейчас то что вот как бы выдвигая наперед вот эти вот лозунги о том что мы снимем обязательную регистрацию правил там еще чего-то там где-то подкрашим подмажем как бы мы не слышим ответа на главный вопрос а почему собственно была нужна эта обязательная регистрация а не возникнет ли взамен ее еще там более сложный механизм и ответа на этот вопрос нет с моей точки зрения это такой очень очень важный фундаментальный вопрос изменений в вообще в этой сфере он записан в законе о спорте в том самом законе который всегда все ссылаются как на некое достижение которое четыре года назад удалось достичь и законе написано что у нас в стране в отличие от я думаю всех стран в мире спортом управляет государство вот буквально и когда мы говорим о том что он сейчас министр хочет снять функцию регистрации правил в минюсте то возникают такие фундаментальные сомнения будет ли это соответствовать действующему же закону который он в этой части менять не собирается витископ спортивное видео